Когда люди выполняют свои обязанности, семья становится очень сильной во всех отношениях. Рождаются здоровые дети, успех на работе наступает, появляются хорошие отношения, правильные. Семья становится крепкой и гарантированно надежной, понимаете? Но часто люди даже не понимают, в чем их обязанности заключаются. Понимаете? Я поэтому хочу сейчас это объяснить подробно. Первое, что нужно понять, что женщина — это энергия семьи. И если эта энергия не вдохновляющая, значит семья идет под откос. Вот, допустим, как в этом фильме «Любовь и голуби», у других мужики лебедушки, а у меня бедоносец. И поэтому и у женщины, и у ее дочери мужья алкоголики, понимаете? Потому что если женщина все время, ну как бы, она не верит в свой мужа, всегда сомневается в нем, он всегда не доверяет ему, не вдохновляет его, всегда порицает его, критикует, тогда он, соответственно, и теряет себя. Есть исследования такие, что женщина, которая не уважает своего мужа, его не уважают на работе точно так же. Ну то есть, понимаете, она как печать на лице мужчины, то есть она вот его печатью является. Какую печать она ему делает, такой он человек. Вот если она, допустим, его вдохновляет, он вдохновленный становится, он начинает побеждать судьбу, развиваться на работе. Если она уважает его, его уважают на работе. Поэтому за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, понимаете? Иначе не будет силы у мужчины, чтобы быть великим. Ну то есть, жена должна иметь эту силу, она дает эту силу мужу. Мужчины это чувствуют некоторые, они ждут от женщины именно этого, чтобы они их поддерживали. Женщине, мужчине нужна поддержка, понимаете, поддержка в жизни. Именно в их делах, в них надо верить. Если женщина не верит в мужа, он не будет деньги зарабатывать. Вот. Невозможно просто. А трудно верить в человек, если женщина видит недостатки в нём. Она хочет, чтобы он был правильный. И это неправильное мышление у женщины. Хотеть, чтобы он был правильный. Надо делать, чтобы он был правильный, а не хотеть. А делать что надо? Надо свою хотелку успокоить и принять человека таким, какой он есть. Вот он неправильный, допустим, надо его таким принять и верить, что он будет правильным, и вдохновлять его на это самого. Вот тогда он будет становиться правильным постепенно. Допустим, он у вас не хочет работать. Вы сказали, не хочет работать. Хорошо. Верьте, что он будет работать и вдохновляйте его на это. Вдохновлять можно со знаком плюс, со знаком минус. Со знаком плюс вдохновлять означает, говорит, слушай, ну ты сможешь, ну пойди, устройся. Ну давай, мой хороший, пойдем вместе, если хочешь. Я тебе помогу устроиться, вдохновлять. Со знаком плюс. А со знаком минус вдохновлять женщину означает деньги на книжку класть. Кушать на мои деньги мы не будем. Жить на мои деньги мы не будем. Будем на твои. Мы мои деньги будем копить на будущее. На то, чтобы у нас в будущем все было хорошо. Например, на мои деньги мы можем дом потом купить. Женщине жена до дома. Если вы работаете, ну копите, пожалуйста. А жить будем на твои. И как будем жить? Как можем. Понимаете, самое удивительное заключается в том, что в основном женщины почему работают-то? Потому что они не хотят жить как можем. Они хотят как хочется. А жертва какая? Мужик расслабляется и на печку ложится. Понимаете, если вы живете на то, что муж дал, тогда он напрягается, развивается. И на будущее сейчас тяжело. А в будущем он становится развитым человеком. А вы становитесь матерью многих детей. У вас много времени. На все есть, потому что вы вложились в мужа. Как вложиться в мужа? А жить на то, что он дает. Вот мало дает, значит жить бедно. Если вам хочется работы, работайте, копите эти деньги на квартиру. Пройдет пять лет, вы можете купить еще комнату там добавить. Будет больше жилья, площади. Женщине очень это нравится, когда много места жить. То есть мужчину надо вдохновлять на развитие, понимаете? А мужчина должен такую простую вещь понять, что если ты жене не дашь возможность быть счастливым, счастливой, означает, что ты сам тоже счастливым никогда не будешь. Потому что она тебя замучает. Женщина не может жить несчастной. Она всегда будет мучить своего мужа. Однозначно. Что значит счастливый? Это значит, что надо понять, что ей делать счастливой. У каждой женщины свое что-то делать счастливой. Одной вот это хочется, другой вот это хочется. И мужчина иногда говорит, слушай, у тебя слишком много хочется, у тебя слишком много. Да, у женщины слишком много. И для этого она и родилась женщиной, чтобы было слишком много хочется. А вот когда ты в следующей жизни родишься женщиной, то ты тоже будешь, у тебя тоже будет слишком много хочется. А сейчас ты мужчина, поэтому ты должен побеждать судьбу, зарабатывать. И когда жена удовлетворена и счастлива, ты тоже будешь удовлетворен и счастлив. А в противном случае нет. Но это, как бы я говорю сейчас и для мужчин, и для женщин инфо. Вот для женщин инфо. Иногда женщины удивляются, что у меня такой муж неразвитый. Давайте послушаем песенку. Как женщина должна настраиваться, чтобы муж был развит. Видите, то есть оказывается не все так просто в этом мире. Ну то есть когда есть вот эта сила женская веры в мужчину, то он воскресает, он может победить судьбу, он может не ломаться, он может стать сильным. Но когда женщина свою силу мужчине показывает, тогда все происходит наоборот. То есть женщина, женская сила заключается в том, чтобы быть слабее мужчины. Это ее сила. Вот она показывает свою силу, когда она показывает перед ним свою слабость. Тогда это сила. Но понимаете, если говорить о мужчине и женщине, следует знать тайну. Тайна заключается в том, что женщина внутри сильнее мужчины. Хоть она сама этого не знает. Понимаете? Но она одновременно сильнее и стабильнее. Женщина очень стабильна по природе. Поэтому она не спивается чаще всего, не ломается в жизни. Она очень стабильна внутри женщины. А мужчина очень динамичный внутри. Он или деградирует, или прогрессирует. Когда мужчина прогрессирует, то сразу все женщины его любят, всем он нравится, потому что он становится красивым, когда мужчина прогрессирует. И женщины хотят выйти замуж только за мужчин развитых. А это невозможно. Потому что 100 человек на место. Развитых мужчин очень мало. И все они очень привлекательные, очень нравятся. Но их очень мало. Поэтому женщина должна быть мудрая. Она должна осмотреть тенденцию. Если мужчина идет к развитию, но он еще такой, совсем слабенький. Она чувствует себя сильнее, чем он. Надо выходить замуж за такого человека. Он идет к развитию, значит, он будет намного лучше, чем ты. Потому что мужчина динамичную природу имеет. Он меняется. Женщине трудно понять, как меняется человек. Но он меняется, мужчина. Поэтому женщины чаще всего, когда бросают мужчин, они жалеют потом об этом, потому что видят, что человек поменялся. Он стал другим. И думают, зачем я не подождала. Поэтому песни поются «Жди». Это главная идея верности. Жди, подожди чуть-чуть. Чего ты торопишься? Все будет лучше, чем сейчас. Мужчина развивается. Но если ты хочешь, чтобы он развивался, помоги ему развиваться. Для этого нужно самой тебе развиваться. Понимаете, в развитии, в семейной жизни есть два ключевых этапа. На первом ключевом этапе всегда развивается только женщина. Запомните. К Богу, к прогрессу, к всему самому чистому и светлому начинает идти только женщина. Мужчина всегда идет в сторону просто поддержания семьи, работы. То есть у него психика более грубая. Он развивается в социуме, пытается семью накормить. То есть у него туда как бы силы все идут. Ему трудно понять, что такое совесть, чистота, что такое знание, что такое вера, Бог. Для мужчины это очень трудно в целом, в принципе, потому что его психика туда не направлена. И он просто выживает. Он просто пытается семью сохранить, чтобы она имела достаток и все прочее. Женщина удивляется. Олег Геннадьевич, я начал развиваться. У меня такой муж глупый вообще. Как можно с таким жить? Он только упахивается, приходит там футбол, хоккей, работа. А я такая возвышенная. У меня такие мысли светлые. Я хочу такого же светлого человека в жизни. Понимаете, первая стадия развития, это всегда женская стадия в семье. Сначала женщина начинает понимать, как правильно жить. Но она сильно страдает, потому что она не может сама поменять жизнь. У нее не хватает воли. Она думает, вот если бы муж у меня такой был, я бы так счастливо жила. И это правда. Но для того, чтобы это произошло, женщина должна свою стадию пройти. Первая фаза развития семьи, это женская фаза. Чаще всего. Это означает, что женщина ей Бог дает первое знание. Бог дает ей первое почувствовать, как правильно жить. Она начинает все понимать, как жить. И она должна еще, понимая это, понимать, что она не должна думать, что мужчина у нее не развитый. Она должна понимать, что мужчине как бы пойти правильным путем очень сложно. Но когда он пойдет, он уже не свернет с него никогда. Женщине легко пойти правильным путем, но это не факт, что она на нем удержится. Поэтому нужно идти правильным путем, вдохновлять мужа. Чтобы его вдохновлять, нужно его всегда принимать таким, какой он есть. Три стадии есть изменения личности. Первая стадия. Я принимаю человека, не приняло такое, как есть, никогда не изменится. Если вы считаете, что у вас ребенок двоечник, он будет двоечником. Что значит принять человека? Это сказать, у меня мальчик не двоечник, но он имеет трудности в этом предмете. Это означает принятие человека. Точно так же мужчина. У меня мужчина не бездельник, но ему тяжело устроиться на работу. Ну, не бездельник, ему тяжело устроиться на работу. Ну, просто говорю всем женщинам, всем. Понятно, да? Вроде не бездельники и могли бы жить. Если женщина понимает, что мужчине в целом очень трудно свернуть себя, его психика очень тугая. Вот он или спит на печке, или воюет, понимаете, одной из двух. Вот женщина, она легко может раз встала, пошла, пол помыла, раз, села, все. Мужчине пол помыть – это целая эпопея. Ну, то есть она говорит, помой пол. Вы понимаете, это надо всю жизнь поменять ему, чтобы пол помыть. Но если он поменял жизнь и начал мыть пол, он каждый день будет мыть пол, всю жизнь. Ему будет нетрудно. Но как бы поменять свое, понимаете, мужчине как бы надо вот с печки встать, это очень сложно для него. Ну, пол помыть, то есть это... Ему надо вот себя как бы на это... И это философия, да, то есть он должен понять, что это крайне важно вообще ему в жизни мыть пол. Да, он пойдет это делать, понимаете. Женщина, потому что надо, она просто раз помыла быстро. У ней волевая сила, она очень быстро, она быстро вдохновляемая. Но ей долго делать что-то очень тяжело. И развиваться очень тяжело. Но вдохновиться на что-то быстро сделать она может легко. Понимаете, мужчина, наоборот, медленно вдохновляемый, но если его вдохновить, он потом не остановится. Поэтому, женщины, вы не торопитесь. Вот, допустим, какой у вас муж есть, такой есть, слава Богу. 50% женщин в России вообще без мужа живут. Ну, чтоб вы знали. Вот, вот какой есть мужичок, вынь золото из грязи, да помой. Понимаете, мужичок это золото. Вот, его надо помыть просто. Надо помыть, то есть надо запустить механизм активизации. А вот запустить его сложно, нужно время, нужно ждать. Вот вы слушаете лекции, работаете над собой, принимаете своего мужа. Принять его надо сначала. Когда вы его примете, с этого момента ваше знание в сердце, оно будет переходить в его сердце. Потому что доброта и любовь дают возможность знания перенять. Вот вы, если к человеку по-доброму, вот, допустим, вы к пьянице, к любому по-доброму относитесь, он трезвеет от этого. Потому что ваша любовь и ваше знание, как правильно жить, входит в сердце человеку, когда вы не против этого человека, не бунтуете против него. А не бунтовать очень сложно, это же твой муж, и ты от него счастье должна испытывать, а не испытываешь. И поэтому возникает бунт в своем теле, я хочу счастья, успокойся, не все сразу, терпи, развивайся. Если солнце восходит, то никогда тьма не будет существовать в этом месте. Если солнце вашей судьбы восходит, тьма будет гаснуть у мужа. Поднимите руку женщины, которые уже вот пять лет работают над собой, и у мужа пошли вот реальные изменения в жизни. Вот смотрите в зал, всем остальным это для вдохновения. Много женщин подняло руки. Поднимите руки женщины, которые вот начали работать над собой, и муж вообще не меняется, вот хоть ты колом на голове тиши. Да, так кажется в первое время. Постепенно все это изменится. Поднимите женщину, у которых муж, их впереди идет, они за ним идут. Это вам повезло. Это значит, удача живет в вашей судьбе. А в целом надо понять один в основной принцип. Женщине просто один принцип понять, и все. И мужчина сразу начнет развиваться, и сильнее меня, и увереннее. Слышно было? Кому не слышно слова эти было? Будь, пожалуйста, послабее. И будь, пожалуйста. Тогда я подарю тебе чудо запросто. Тогда вырасту, вымахну самым особенным. Из горячего дома тебя выносит всю сонную. Я решусь на самое зловещее, на самое неизведанное. Но ты же сильнее меня, сильнее и увереннее. Понимаете? Женщина внутри сильнее и увереннее. Снаружи слабее. Близкие отношения означают отношения внутренней части жизни, а не наружней. Давайте разберемся в психике. Смотрите. У женщины есть два психических цилиндра у человека всегда. Один внутренний – это его характер, ощущение себя как личности. А другой наружнее – это поведение человека, его слова, эмоции. Понимаете? Вот у женщины поведение имеет очень мягкую, податливую, нежную, хрупкую, неустойчивую природу. А характер у женщины внутри, то, что внутри имеет очень твердую, сильную природу, статичную и очень сильную. У мужчины, наоборот, поведение, его внешний вид, его снаружи очень сильно он выглядит, очень эффектно. А внутри он очень хрупкий, мягкий такой, динамичный, подвижный, нестабильный. И женщины очень удивляются, что это куда тебя понесло вообще, что такое с тобой произошло. Понимаете, мужчине в жизни главное не ломаться. Если мужчина сломается, он просто, вы не представляете, что с ним может. Он вообще может деградировать полностью. И это очень быстро может произойти. Поэтому важно мужчину не ломать. Женщине так нравится вот пилить сук, на котором она сидит, понимаете, вот как бы его подкалывать, подтрунивать, ломать его все время. Ну, понемножку можно, это закаляет. Но если вы как бы в азарт войдете, то можно сломать мужика. И потом вы увидите, что дальше с ним будет. Потом вы уже ничего не сможете сделать с ним. Он пойдет под откос. Поэтому женщины живут дольше в целом, потому что многие мужчины уходят под откос. И деградируют, спиваются, заканчивают свою жизнь просто. И все. Это возможно в мужском теле. Мужская жизнь очень опасная. В ней есть опасность уйти под откос, сломаться, потерять себя. Женщина очень стабильна по природе, она себя не теряет. Она может депрессии дать жить много лет, но себя не потеряет все равно, даже в этом случае. Потому что психика очень стабильная у женщин. И в целом надо понять, что изнутри женщина сильнее мужчины в своей стабильности, вот этой силе, характера. Поэтому правило номер один для мужчины. Не связывайся с женщиной. Ты можешь ей объяснять аккуратно, как бы мягко себя вести, она всегда тебя поймет, выслушает. Но если ты начинаешь на принцип пошел, с ней начинаешь воевать с женщиной, мужчина, если в семье начинает с женщиной воевать, пытается ее как-то что-то доказать ей, то знайте, мужчины, у женщины есть одна функция, которая ей самой не нравится. Она легче умрет, чем сдастся. Она может уйти из семьи, она может совершать безумные поступки совершенно, совершенно безумные с точки зрения жизни, но никогда не подчиниться насилию. Такова женская природа. Ну то есть она будет делать, разрушать все, но никогда не согласиться с насилием. Поэтому, мужчины, будьте осторожны, не будите в женщине вот эту змею, которая всех поперекусает и сама сдохнет. Понимаете? Не надо, то есть это очень опасно. Лучше поаккуратно, по мягкому, по-доброму. Женщины всегда можно договориться, решить все вопросы по-доброму всегда, а если она не соглашается, то она потом согласится. Нужно по-доброму, аккуратно женщины себя вести, по-доброму, аккуратно. Женщины, что с мужчинами нельзя делать? Нельзя их разочаровывать себе. Нельзя их унижать. Как личность. То есть, допустим, муж пришел, допустим, в какую-то компанию, вы пришли с ним, и вы говорите всем, а у меня этот мой дурачок, ну при всех мужчинах там, да, у меня он. Вы-то ведь, видите, вы мужчины-то какие, статные все, а у меня-то, посмотрите, что за хрень. И все, это для него предательство. Вот мужчина это услышал один раз в жизни, он больше никогда эту женщину любить не будет. Он не сможет просто. Почему? Потому что это для него вот все равно, что ему наплевали прямо в саму суть его существования. Потому что суть существования мужчины – это желание победы. Понимаете, он хочет быть самым сильным, самым мощным, самым авторитетным, самым статным. И он, ну, его надо в этом поддерживать. Понимаете, он, если и жена уже всем говорит, что он не такой, это для него самое сильное поражение. Жена не должна ни в коем случае раскрывать недостатки, слабости мужчины в обществе, на обществе. Особенно среди тех людей, которых он ценит, уважает. Не дай Бог ей перед директором его, допустим, на работе так говорить. Это все для него разруха полная. Понимаете? Точно так же, допустим, мужчина может разрушить женщину. Он может, допустим, там праздник какой-то, много друзей, подружек у жены. И он смотрит на подружек и говорит, слушай, они все красивее тебя. Ты какая-то у меня самая зачуханная из всех. Все? Она придет потом домой и скажет, ищи себе незачуханную. А я пошла. Так, женщина или нет? Видите, есть ценности очень большие внутри. Женщины ценность быть красивой, привлекательной, красивой, нежной. Потому что за счет этой ценности она осуществляет главную цель в своей жизни. Это любовь. Поэтому женщина постоянно пытается выглядеть хорошо. Ей нужно гармонию с этим миром, чтобы ее любили. Для нее это очень ценно. Очень ценно. Мужчине очень ценно быть сильным, разумным, победоносным, влиятельным. Очень ценно для мужчины. Очень ценно. И если женщина эту ценность не поддерживает, мужчина эту ценность женскую не поддерживает, люди разрушают любовь. И это происходит просто от незнания. Есть обязанности, которые сильно помогают жить. Вот сильно помогают жить. Вот, допустим, очень важно знать. Вот, допустим, женщине сам процесс еды не имеет для нее сильно большого значения. Она может вот просто там найти где-то покушать, поперекусить. То есть ей главное, чтобы было вкусненькое что-то в доме. И она не парится вообще. Понимаете, для мужчины, вот, понимаете, вот машину, допустим, заправлять – это ритуал. Надо шланг поставить и дождаться, когда весь бензобак заполнится. Иначе машина проедет пять метров и… И сдохнет. Понимаете, вот эта машина, мужчина – это машина, которая должна ехать далеко. И бензин должен быть качественным. Что значит качественное? Значит, без примесей всяких, воды там и так далее. Иначе, ну, как бы сломается двигатель. Понимаете, поэтому для мужчины очень важно, как его кормят. Очень важно, чтобы пища была наполненная любовью, чтобы ее было много, чтобы жена ему именно сама его давала покушать, готовила, понимаете, наполняла его этой силой. Вот для мужчины это ритуал принятия пищи, потому что от этого зависит дальнейшая его судьба сильно. Ему нужно так, чтобы… Ему нужно… Его нужно… То есть, понимаете, целый процесс – накормить мужа. Это важный процесс жизни, потому что для него вот эта энергия, которую он впитал через пищу от жены, является основой жизни. Он потом с этой энергией очень много чего может сделать. Мужчина может есть очень редко. Женщина постоянно подкусывает. Мужчина поел и забыл, понимаете, потом он включился в деятельность. И ему поэтому надо съесть сразу много и включиться очень сильно потом в работу. Некоторые женщины не понимают этого. Они говорят, сам себе приготовь. Он не может сам себя энергией наполнить. Понимаете, человек не может. Из болота за волосы себя не вытащишь. То есть, мужчина получает энергию любви от жены, именно любви. Потому что химические вещества, понятно, он может получить и в столовой. Но в столовой мужчина не наедается. Ему нужна именно энергия любви, поэтому он женится. Он впитает в себя энергию любви от жены и потом дальше на коня и вперед. Понимаете, женщина или нет? Если вы не цените, говорит, да сам себе приготовь. Да что ты ко мне пристал? Да вон иди возьми и поешь. Вон стоит все, иди поешь. Если женщина не понимает этого, мужчина не чувствует, что она ему дарит счастье, что это его жена. Ему кажется, что просто человек рядом живет и все. Мужчины согласны со мной или нет? Согласны. Услышали? Скупое мужское согласие. Знаете, что оно дорогого стоит, женщина? Очень важная обязанность женщины – это готовить мужа, кормить его. Очень важная обязанность. Путь к сердцу мужчины идет через вот этот процесс. Не надо это говорить, что мужики какие-то странные, они сильно привязаны к пище. Нет, они не к пище привязаны. Они привязаны именно к этой энергии любви, наполнению от жены вот этой силой, которая потом дает ему возможность побеждать судьбу. Вот к этому мужчину привязаны. То есть, видите, есть какие-то основные моменты, которые надо знать женщине. Я сейчас рассказываю от каких-то положительных моментов. Например, основные положительные – это поддерживать мужа, заставлять себя, потому что это сильная аскеза для женщин. Потому что она видит в нем недостатки, еще раз повторяю, и хочется о них говорить. А надо говорить наоборот, поддерживать его, терпеть его недостатки. И намекать через это терпение о его недостатках. Например, он говорит, ну я же, видишь, меньше пью. Надо ему сказать, конечно, вижу, конечно. Согласиться, но не сильно. И он сразу поймет, что надо еще меньше пить. Надо аккуратно, понимаете, аккуратно воспитывать близкого человека. Аккуратно означает не навязываться своим пониманием вещей. То есть поддерживать мужчину и питать его силой. Это из положительных вещей, которые надо делать. А есть еще со знаком минус, которые тоже надо делать. Женщина должна понять, что не только она обладает энергией любви. Женщина должна понять, что ей обладают также и другие женщины. И когда женщина одинока, вот давайте будем честными и откровенными. Когда женщина одинока, ей все равно. Женатый этот человек, неженатый. Понимаете? Если он меня любит и хороший человек, значит, я ничего с собой не могу сделать. Хотя я и понимаю, что это нехорошо. Но я ничего не могу сделать, потому что я одна, и мне хочется счастья. Этот человек меня не любит. Это чьи проблемы? Его жены. Понимаете, да? Так думают женщины, так они мыслят. И поэтому жена должна оберегать своего мужа от чужих теток. Как, сейчас объясню. Слушайте внимательно. Первое правило. Мужчина, когда он смотрит женщины в глаза, то он видит в них только верность или неверность. Верность или неверность — это очень глубокое чувство, и оно живет в мыслях. Например, если женщина думает, что я с ним живу, могла бы себе найти получше. Это называется неверность. И тогда у него сразу, вот у мужчины, когда женщина так думает рядом с ним, смотрит на него, у него сразу на лбу вырисовывается надпись «Кобелина». То есть у него появляется вторая фамилия итальянская. В паспорте нет, но на лбу есть. И все женщины другие видят. Если мужчина смотрит на жену и видит там вот эта вот сила верности такая, верность, это сила, держащая мужчину рядом с собой. Вот она как бы, это мой человек, мне не надо получше или похуже, это мой человек. То он точно так же себя воспринимает. Если он видит другую, там красивых девушек много, все ведь девушки красивеют вокруг, а вы теряете красоту. Правильно? Или нет? Правильно, потому что девушки же молодеют. Вокруг много молодых девушек становится. Чем моложе, тем красивее. Вы теряете красоту, и битва неравная, понимаете, за мужа. Битва неравная, потому что мужчина, в принципе, может взять себе замуж и на 20 лет младше, если уж на то пошло. Вот, битва неравная. А чем моложе девушка, тем красивее. Что делать? Надо быть верной очень. Когда женщина верна, ну, не нет сомнения, что это ее человек, ей больше никого не надо, он не может бросить. И в тот момент, когда он нашел, ему понравилось кто-то, такое может быть, в принципе, по судьбе, девушка какая-то понравилась, он влюбился, уже начал общаться с ней. Если вы как бы чувствуете, что вам никого не надо, первое, что произойдет, вы это почувствуете. И в тот момент, когда он начинает отношения, вы можете это остановить. С помощью возбуждения его совести. Ну, то есть, говорит, слушай, ты что, меня разлюбил? Он, конечно, не будет вам говорить правду. Потому что мужчины все обманщики во природе. Он будет вам такие истории рассказывать, как есть у Хазанова такая юмореска, что женщина приходит к полковнику и рассказывает, как ее муж выполняет особое спецзадание. И там у него есть по этому, там, Машкова радистка там. Ему постоянно деньги нужны на это спецзадание. То есть, он и так мозги закомпостировал. Сам просто гуляет, ходит. Ну, то есть, мужчины любят дурить женщину. Лапшу им на уши вешать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.